Впервые новобранцы частей Гродненского гарнизона войск Западного оперативного командования принимали присягу у Кургана Славы. В год 70-летия победы у знакового для города мемориального комплекса на верность Родине присягнуло около 300 молодых людей, призванных на срочную службу и службу в резерве. Здесь на этом легендарном месте присутствует личный состав Гродненского гарнизона, войск Западного оперативного командования, 74-й полк, 557-я бригада, 6-я гвардейская отдельная механизированная бригада, а также личный состав подразделения обеспечения Западного оперативного командования. К военнослужащим обратился командующий войсками Западного оперативного командования полковник Виктор Хренин. В своем выступлении он отметил, что для любого мужчины нет высшей чести, чем служить своему отечеству и защищать его. С принятием присяги молодое пополнение войск Гродненского гарнизона поздравил и заместитель председателя облсполкома, депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси Виктор Лискович. Армия, школа жизни, серьезные испытания, подчеркнул он и выразил надежду, что военная служба станет хорошей закалкой для молодых ребят. К новобранцам чести Гродненского гарнизона обратился и председатель городского совета депутатов генерал-майор Анатолий Никитин. Сегодня лучшая часть молодежи не спряталась за спины мам своих, отцов, не за справки, уклонения. Они честно прибыли исполнить свой долг перед Родиной, потому что для мужчины нет выше долга, чем служить своей Родине и своему отечеству. Поэтому, безусловно, я этим ребятам желаю крепкого здоровья, хорошей службы, а командирам-офицерам, чтобы они берегли наших ребят. Почетными гостями торжественного мероприятия были ветераны, священники, а также родители призывников. Я желаю вам нести службу по чести. Пусть дни и ночи в рядах наших вооруженных сил остаются в памяти только хорошими воспоминаниями. Будьте мужественными, сильными и стойкими. Храните верность присяге. И главное, помните всегда, что ваши родные, друзья верят в вас и ждут домой. По традиции, после присяги у всех новобранцев первое увольнение. Ребята смогли на целые сутки покинуть расположение части и побыть в кругу семьи с родными и близкими. Алла Нучко, Анатолий Бояринцев, Новости, Родноплюс.